всем привет еще раз ребята ну что ж пока не началась гроза потому что вот там темно гремит хочу показать при белом свете хочу показать вам наших свинюшек что-то там к папе копают дырочку приближу их такие пороща так забавные когда маленькие да и взрослые не так очень мне очень нравится свиньи и свиньи понравилось заниматься свиньям больше чем кроликами и не хрюкают забавные такие так они у меня пока безымянные ходят а что дождь гроза вот такие красавицы их 2 правда у них не по многу сосков у одной 10 у одной по моему 11 так начался дождь и я хочу вам показать что сегодня сделал за день шлифовки вова мой владимир владимирович мой итак у нас было отшлифовано сейчас я уберу вот так эта стена и вот эта стена здесь оконный проем будет еще обрабатываться а и эта стена вот он закончил на половину он вчера начал вот эту кусочек потом здесь все отшлифовал сейчас покажу с этой стороны с этой стороны три венца верхних вот эту всю стену и вот еще несколько бревен в этой стене большой кусок работы провел большая половина уже отшлифована здесь вот у нас будет санузел такая такая вот помещение цель небольшое вот мы дом том послушайте гром гремит значит дом бревна перелаживали мхом белый мог с фагнум перелопатили кучу литературы и пришли к выводу, что самое древнее, самый лучший способ самый лучший способ вложить между венцов. Никакие не джутовое волокно, ничего другого, а именно вот мох. Во-первых, мох белый, он обладает антисептическими свойствами, то есть препятствует развитию болезнетворных различных бактерий, в том числе гнилостных. Известны факты, когда во время Великой Отечественной войны и во время Первой мировой войны люди использовали белый мох для перебинтовки ран. Перебинтовывали раны и обеззараживали их этим самым. Вот. Ну, возможно, это связано с тем, что белый мох, сфагнум, растет в среде с кислыми почвами, в верховых болотах, и болезнетворные бактерии там слабо развиваются, гнилостные. Вот. Ну вот и прошел весь дождик. Значит, помещение в доме будет у нас общее вот здесь. Вот это будет большая кухня. Здесь мы будем ставить вот в этом месте, вот где лежит вот эта палочка с нитками, будет стоять у нас печь русская, ну, ближе к этой стене. Русская печь. Печка будет обязательно. Во-первых, мы будем делать печку для отопления, а во-вторых, мы очень любим кушать еду, приготовленную в печке. Я очень люблю готовить в печке. Слава Богу, что Владимир мой, даже молния моргает, Владимир мой умеет и это дело, и печки ложить, класть, вернее. Вот. Он людям под заказ уже не одну сложил. Люди радостные, довольные и благодарят. Вот. Поэтому нам никуда ходить не нужно, всё на месте, только нужен будет кирпич. Вот. Ещё вот здесь, видите, какую фаску выбирают, вот в проёмах дверных, такую фаску, чтобы немножко поменьше было бревно. Здесь будут двери вставляться. Ну, вот это прихожая, такая, маленький коридорчик в прихожую. Здесь планируется лестница на второй этаж со временем. Ну, а здесь вот такое большое пространство, гостиная, как бы там и здесь кухня с печкой. То есть, вот так будет организовано это пространство. Ну, вот план работы такой, значит, отшлифовать дом, затем плитами USB или вагонкой. Мы ещё не решили, что делать лучше. Сразу сшиваться будут фронтоны слева и справа. И будет укладываться рейка на пол, значит, обрешётка на пол с минеральной ватой для утепления. Потом на неё наверх будут стелиться плиты опять же USB. Ну, а там или ламинат, или линолеум что-то будет застилаться на пол дополнительно. Вот. И, ну, и после того, как зашлются, наверное, фронтоны, будем ставить печку. Начинать. Вот. Ну, всё, будем, всё упирается в финансы. То есть, это всё будет делаться постепенно. Вот. Так что, будем вместе смотреть, наблюдать. Я даже, я даже присела. Вы слышали, как прямкнуло? Как тот фунтикой. Что это так бумкнуло? Грозовой фронт прямо над нами. На голый лес гроза. Конечно, это не очень хорошо. Но, нам не выбирать. Ну, что ж, ребята, будем заканчивать своё видео. Такой вот сегодня у нас день сложился. А, ещё у нас сегодня сорвался барон, разогнул звено в цепи и побегал, покусал соседскую собаку. Он такой у нас и неплохой пёс, но немного такой агрессивноватый всё-таки. не очень он добрый, я бы сказала. Не очень он добрый. Да, не очень добрый. Вот. Ну что ж, ребята, не буду больше задерживать ваше внимание. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, дизлайки. Спрашивайте. Будем отвечать, то знаем в своей практике. Вот. Всё. До новых встреч. Пока. Пока.